Доброго времени суток! Сегодня мы расскажем, почему не стоит участвовать в предстоящем голосовании поправка в Конституцию и что следует делать вместо этого. По предстоящимся российском конституционном голосовании много говорят СМИ, так или иначе привлекая к нему внимание. Итак, почему стоит бойкотировать голосование? Начнем с того, что предложенные поправки не сулят подавляющему большинству граждан России ничего хорошего. Их смысл сводится к расширению и без того раздутых полномочий исполнительной власти и лично президента. Кроме того, правящий класс стремится даже на уровне формальных деклараций освободить себя от принятых ранее международных соглашений. К примеру, если раньше осужденный российским судом и не согласный с этим гражданин мог апеллировать к Европейскому суду по правам человека, то теперь у него даже гипотетически не будет такой возможности. Кстати, знаете, сколько подсудимых по статистике оправдывает наш самый гуманный суд? 0,24%. Таким образом становится очевидна цель этих поправок – дальнейшее закручивание гаек и усиление авторитаризма. Причины принятия подобных мер простые. Властимущие прекрасно видят обнищание россиян, ведущие к росту протестного движения, и желают развязать себе руки в преддверии ведущего социального взрыва. Итак, почему бойкот? Ряд оппозиционных партий и движений предлагают идти на референдум и голосовать против. Но это ошибка. Во-первых, результаты предстоящего всенародного голосования будут носить рекомендательный характер, то есть не повлияют на принятие или непринятие законов о поправках. Плебисцит нужен лишь для того, чтобы сделать поправки как можно более легитимными. Чем меньше будет явка, тем меньше их принятие будет похоже на волеизъявления народа. Во-вторых, на голосование не будет наблюдателей от политических партий, что в разы облегчит его фальсификацию. В-третьих, действующая ельцинская конституция 1993 года не заслуживает нашей с вами защиты. Танки на Калининском мосту, военный переворот Ельцина, колоссальные фальсификации, террор против рабочего движения. И весь смысл в одном – закрепить необратимость приватизации и реставрации капитализма. На протяжении прошедших лет эта конституция была бесполезной бумажкой. Для правящего класса – формализация его воли. Для трудящихся масс – символ поражения, утраченной власти и достоинства. Она не стоит нашей сил и нашей защиты. Она никогда их не стоила. Учитывая все вышесказанное, нам стоит ответить на главный вопрос. Очевидно, что реальной будущей страны будет твориться не на бумаге, а в борьбе за улицу и на предприятиях. Единственным верным решением является активный политический бойкот. Простого игнорирования голосования недостаточно. Необходимо начинать действовать прямо сейчас, выходить на акции протеста против этого референдума и агитировать за это всех друзей, знакомых и коллег. Кроме того, для нас жизненно необходимо готовить основу для стачечного политического выступления, ибо всеобщая забастовка была бы наиболее эффективным орудием в руках трудящихся. Для этого необходимо формировать независимые профсоюзы и стачечные комитеты на предприятиях, связывать их в единую структуру, способную к организации всеобщей забастовки, и создавать независимое политическое движение, свободное от связи с властью и либералами. Мы призываем всех трудящихся, левых активистов и членов профсоюзов организовывать комитеты по борьбе против этого голосования, которые организуют агитацию во всех доступных формах. Если вы работаете в бюджетной сфере и вас заставляет идти на участок, портите бюллетени. Необходимо публично заявлять о том, что мы стоим как против нынешней Ельцинской Конституции, так и против нового проекта. Наша цель – власть трудящихся, и ее мы будем добиваться не голосованиями, а коллективной волей, солидарностью и организацией. Субтитры создавал DimaTorzok